Мы с вами находимся на сцене Большого Зала Свердловской филармонии и у нас сегодня в ночь в музее принимают участие два инструмента, наша гордость. Прежде всего, конечно, это большой концертный орган филармонии, которому в этом году исполняется 45 лет. И вот этот небольшой, миниатюрный по сравнению с органом инструмент, клавесин, которому в этом году исполняется 5 лет. И так получилось, я только сегодня задумался об этом, как-то не обращал внимания, что и у органа, и у клавесина своеобразные дни рождения, то есть дни первого выступления в этом зале приходится на октябрь. 31 октября плюс 45 лет органу и 18 октября 5 лет клавесину. Так получается. Наш клавесин был создан в 2013 году специально для фестиваля Евразия. В рамках его приезжал к нам прославленный коллектив из Нидерландов, Амстердамский барокко-оркестр. И в ходе подготовки фестиваля вдруг выяснилось, вместе с этими за 9 фестиваля, что в программе концерта необходим концертный клавесин. У нас клавесина концертного не было, у нас был небольшой спинет, который годится в основном для аккомпанемента. А концертного концерта не было. И тогда руководитель Турганского барокко-оркестра, знаменитый клавесинист, органист и дежур Тон Копман предложил нам связаться с мастером клавесиностроителем, финном по национальности, который живет в Праге и который обучался в Нидерландах, одному из наиболее сейчас востребованных клавесиностроителей в Европе. Его зовут Юбка Олика. Юбка создал нам вот этот замечательный клавесин, копия исторического инструмента 1730 года. Оригинал был построен мастерами, отцом и сыном Николя и Франсуа Этьеном Бланше. Собственно, династия клавесиностроителей Бланше это любимая династия при дворе Людовика XV. И вот, может быть, кто-то из вас был в Версале на экскурсии по Королевскому дворцу. Вот там одна из комнат, так называемая музыкальная комната, там два клавесина стоят, и вот один из них, клавесин того времени, мастерный планшет. Оригинал этой модели, которая была создана в 1730 году, она находится сейчас в частной коллекции в США. И это один из наиболее хорошо сохранившихся клавесинов в той эпохе. И, к счастью, владелец этого инструмента, там целая коллекция старинных инструментов, он разрешает современным мастерам изучать этот клавесин, изучать материалы, из которых он сделан, делать замеры все необходимые. Собственно, благодаря этому появился клавесин. И у нас это точная копия из таких же материалов, в таких же размерах, все максимально аутентично, с оригиналом. И замечательный инструмент имеет прекрасное звучание, уже несколько сезонов работает у нас в концертах в камерном зале. И вот последний сезон и еще часть концерта прошлого сезона у нас аншлаги на клавесинных концертах. И поэтому мы решили в следующем году, в сезоне 18-19, переехать в большой зал филармонии. И специально для этого создан новый абонемент «Океан барокко», музыка эпохи барокко. То есть, прежде всего, конечно, Евгений Себастьян Бах и его современники. Клавесин будет звучать в различных сочетаниях в ансамблях. В частности, в следующем Баховском фестивале в марте у нас будет в гостях ансамбль из Франции, внешний вот один из топ-коллективов в музыке барокко, ансамбль «Невермайнд». Ребята очень талантливые музыканты. Я всегда с нетерпением, что выходят их новых альбомов, какие-то записи есть у них на YouTube. Это совершенно потрясающий ансамбль. И я очень рад, что они примут участие в следующем Баховском фестивале. Это будет, наверное, один из центральных концертов фестиваля. Ну, а как, собственно, звучит клавесин на этой сцене, я вам покажу. Для этого я позвал коллегу из уральского молодежного симфониста оркестра, слепачка Любового Раксина. Мы вместе сыграем фрагмент из баховской санаты для облигательного чембера и сройной скрипки, санаты до минор. Но чтобы полномеренно сладиться к звучанию, наверное, я попрошу пару шагов назад сделать, потому что звучание скрипки и клавесина не должны до вас уже успеть слиться в едином ансамбле. А звучание скрипки и клавесина, они очень близки по характеру, потому что и там, и там звучит струна. С крипки струна звучит вот трение волоса смычка в струну. В клавесине звук рождается благодаря щипу. Специальный язычок, который крепится на таком толкачеке, он присоединяется к клавише. Когда ты нажимаешь клавишу, поднимается толкачек, и пюрышка щипает струну, и получается двойно-своеобразное звучание. Все равно как ног ты просто мне не пощипаешь. Вот как это все вместе звучит, мы сейчас продемонстрируем. Сицилиана из Баха Скотуми Новая Саната и Дэн Спастиана Баха. Без Баха Скотуми Новая Саната.